Всем оригинальное приветствие, это Оптимистер и пока я готовил этот выпуск несколько раз задумался о чем он будет, ведь приближается светлый праздник Хэллоуин. Но в итоге путем таких очень странных умозаключений я пришел к выводу, что расскажу о фильме, который является тематическим по случаю Хэллоуина лишь отчасти. И я говорю о невероятно культовом творении режиссера Ричарда Келли в фильме Донни Дарка 2001 года. Итак, Донни Дарка дебютный и единственно значимый фильм в фильмографии режиссера Ричарда Келли. На момент выхода картины творцу было всего 26 лет и многие из вас, конечно же, этот фильм видели. Ну а для тех, кто не видел, расскажу о чем он. События разворачиваются в октябре 1988 года и рассказывают о странном подростке с именем, достойным какого-нибудь супергероя. Но в самом деле, согласитесь, Донни Дарка звучит так же круто, как, например, Скотт Пилигрим или Гарри Поттер. Так вот, Донни, которого тут играет Джейк Джилленхолл, старшеклассник. Он живет с родителями и двумя сестрами, что примечательно, одной из сестер играет реальная сестра Джейка Мэгги Джилленхолл. Герой фильма выглядит как обычный парень. Немного рассеян, на вид задротлив, постоянно ходит к психологу и лечится от шизофрении. Потому многие относятся к нему как к слегка блаженному молодому человеку. Несмотря на это, он весьма умен, гораздо умнее некоторых одноклассников и даже некоторых учителей, как становится скоро ясно. Однажды ночью Донни просыпается и, следуя совету огромного кролика с жуткой мордой, выходит из дома. После этого уже утром он очнулся на поле для гольфа и тут же узнал, что на его дом, конкретно на его комнату, упал огромный двигатель самолета. Тут-то и берет начало цепочка событий, которые приводят к весьма трагическому, впечатляющему и просто логичному финалу. Казалось бы, при чем тут Хэллоуин? Дело в том, что главное событие фильма, которое и дает сюжету толчок, происходит 2 октября и вся история, показанная зрителю, тянется практически месяц, заканчиваясь в самом конце празднованием Хэллоуина. Из-за этого фильм многие считают особо тематическим, но это не так уж очевидно. Плюс этот парень в костюме мрачного кролика так и навевает жуткие мысли о последствиях Дня Всесвятых. Но разумеется, не из-за своей около-хэллоуиновской изюминки эта картина оказалась в этом шоу. Донни Дарко, который, как и большинство культовых фильмов, провалился в прокате, все равно получил зрительскую любовь и, скорее всего, из-за своей мистической напряженности. История, рассказанная зрителем, настолько пронизывает своим мрачностью, реалистичностью и при этом легкой абсурдностью, что становится по-настоящему жутко. Городок, в котором проживает Донни, его семья и все, кто их окружает, кажутся немного игрушечными. Взрослые слишком карикатурные, картонные, чтобы быть настоящими, впрочем, как и дети, которые порой излишне жестокие и нелепы в силу юношеского максимализма. И именно поэтому, на фоне всех остальных нормальных персонажей этой картины, самым адекватным и логичным, несмотря на галлюцинации и прочие психозы, здесь кажется именно Донни, который просто не смотрит на мир поверхностно и неоднократно расплачивается за это. В лице некоторых персонажей он находит поддержку, но большинство совершенно не понимает его. Эта борьба за правоту собственных суждений в атмосфере непонимания и создает основное напряжение в фильме. Также стоит заметить, что добавляет этого напряжения дополнительная условность. По словам мистического Фрэнка, через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд, с момента первой спасительной галлюцинации Донни случится конец света. И да, конечно же, кролик прав. Прав, но лишь отчасти. На протяжении фильма нам регулярно напоминают, сколько времени осталось до конца, и это создает дополнительное волнение. Ведь за эти 28 дней Донни Дарка проживает, пожалуй, самый яркий отрезок своей жизни. Он находит любовь, он пытается докопаться до истины, познавая философию путешествий во времени. Он просто по-настоящему живет. Пусть и проживает, казалось бы, для многих весьма серую и обыденную жизнь, но жизнь эта способна увлечь миллионы зрителей. Это ли не круто? Кстати, не могу не сказать, что фильм был снят также за 28 дней. Именно столько дней потребовалось создателям, чтобы снять один из самых значимых фильмов прошлого десятилетия. И обычно я говорю об отсылках к культовой картине в других работах. Но в этот раз мне хочется сказать о том, что сам Донни Дарка полон отсылок. Вот, например, герои идут в кино на зловещих мертвецов Сэма Рэйми. А вот Элизабет Дарка одета, как Вивиан Даркблум из Лолиты Стэнли Кубрика. В разговорах упоминается фантастическая трилогия Роберта Зимеккиса «Назад в будущее», а первая сцена и вовсе является данью уважения к фильму Мартина Скорсезе «Последние искушения креста». Впрочем, надо заканчивать выпуск и напоследок вот что скажу. У фильма также есть прямое продолжение под названием «Эс Дарко» режиссера Криса Фишера. Этот фильм, как несложно догадаться, рассказывает о младшей сестре Донни, Саманте. Что примечательно, саму Саманту в обоих фильмах играла одна и та жактыса Дэви Чейз. И, пожалуй, единственная значимая особенность этой картины. Ричард Келли не имеет к сиквелу никакого отношения. И не то, чтобы продукт из-за этого вышел совсем уж плохим, разумеется, нет. Но если говорить коротко, это кино при всем своем желании никогда бы не стало культовым. Даже если было бы самостоятельным проектом. Что же касается самого создателя Донни. Ну что ж, Ричард Келли больше не снял ни одной более-менее значимой картины. Его потуги снять что-то философское, например, фильм «Сказки Юга» с Джастином Тимберлейком, Дуэйном Скалой Джонсоном, Сарой Мишель Геллар и другими, оказался вымоченной пустышкой, хоть и красиво слепленной. Впрочем, и попытка снять подобие остросюжетного фантастического триллера под названием «Посылка» оказалась также весьма провальной. Ну и возвращаясь до Нидарка, я не уверен, что рассказал все, что хотел о нем рассказать вам. После очередного просмотра мысли путаются, слова заплетаются. Могу уверенно сказать только одно. Подобные фильмы встречаются в последнее время все реже и реже. Так что определенно рекомендую к просмотру. А это был «Оптимистер» и «Культовое кино». Подписывайтесь на мой канал на ютубе и ждите новые выпуски «Полкино». Удачно вам отметить Хэллоуин, если еще собираетесь и собираетесь вообще. Ну а я всех люблю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!